Стражение осени и зимы. В полной мере на этой неделе ощутили на себе и Владивосток, и всё Приморье. Циклон Жёлтого моря принёс в регион осадки. Погода ухудшилась ещё в среду. Автомобилистов попросили отложить поездки на личном транспорте, а во Владивостоке был создан оперативный штаб по прохождению и ликвидации последствий непогоды. Всё началось с дождя, а далее осадки перешли в снег. Добавил проблем и сильный ветер. На дорогах образовалась гололедица. Массово повалились деревья и оборвало линии электропередач. Сотни домов остаются без света, воды и тепла. Полный блэкаут случился в районе Чуркино. На линии в городе не вышли трамваи и троллейбусы, были отменены электрички. Во Владивостоке с четверга действует режим чрезвычайной ситуации. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии. Губернатор края Олег Кожемяка объехал пострадавшие от непогоды района Владивостока и оценил ход восстановительных работ. У вас 24 поливайки работают? Да, и 12 тескоразбрасываются. Тескоразбрасываются? Да. 36. У нас сколько тракторов? Тракторов 45 штук. 45 штук, да? А звенья будут по 3-4 трактора. У нас ещё есть автомобили, как я вам говорил, которые пилят и режут. Это вспомогательные автомобили. У них в кузовах находится такой же состав. Они вручную подсыпают тяжёлые подъёмы, где большие машины не могут пройти. Во Владивостоке ещё до начала осадков был развернут оперативный штаб. Там в режиме реального времени следят за ситуацией на дорогах. Сформированы маршруты, по которым движется специализированная техника. В связи с объявленной непогодой на базе предприятия МБУ содержания городских территорий развернут оперативный штаб. На дороге города вышло 125 единиц снегоуборочной техники. Штаб работает в круглосуточном режиме. Из-за циклона, который обрушился на Приморье, больше всего пострадали Артёмовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. Самый мощный удар стихия нанесла энергосетевому хозяйству. В ликвидации аварий и расчистке территорий от упавших деревьев задействованы различные специалисты, а также сотрудники МЧС. Субтитры создавал DimaTorzok